Всем привет! Добро пожаловать на подготовительный курс JavaScript Frontend. Меня зовут Дима Воробей. Сегодня я расскажу, как начать учиться на этом курсе. Курс о самом курсе, то есть курс подготовительный к нашему основному курсу. То есть в школе Rolenskops с 2013 года существует достаточно большой и сложный курс под JavaScript Frontend. Но он хорош тем, что те, кто успешно его прошли, достаточно легко туда устраиваются в различные компании. Так только в компании Palm Systems за последние 9 месяцев туда устроилось более 200 человек выпускников этого курса. Сам основной курс стартанет 5 сентября и будет длиться 7 месяцев. Сейчас же мы предлагаем вам пройти дополнительный подготовительный этап, который длится 9 недель. И включает в себя основные вещи, которые нужны вам, чтобы успешно начать обучение 5 сентября на основном курсе. Что же содержит в себе этот подготовительный курс? Программа обучения. Я прикреплю ссылку на программу обучения под видео. Также ссылка уже есть в Discord. О Discord. Вы знаете, что или не знаете Rolenskops. Это комьюнити-школа и основное место нашего общения это Discord. Это вот такой огромный сервер с различными чатами. Сейчас здесь занимается, будет заниматься ваш набор и продолжает заниматься предыдущий набор, который начал свое обучение в феврале 2021 года. Да, в феврале этого года. О структуре Discord есть отдельная документация. Я покажу ссылку, где посчитать, чтобы понять, как пользоваться этим чатом, где искать информацию, где задавать вопросы и так далее. Основной канал, который мы рекомендуем проверять каждый день, это анонсы. Сюда пишется основная информация, что происходит на курсе, что надо сейчас сделать, может быть, какие-то изменения, когда будет вебинар следующий и так далее. Ну и также вот куча различных каналов, сгруппированных по темам, заданиям или темам того, что вы будете изучать. Ну и также есть generic каналы, где вы можете задать различные вопросы просто о структуре курса или, например, о какие-то вопросы, которые не попадают в другие категории. Ссылку на Discord можно будет найти в программе обучения, там ниже я покажу. Итого, как будет происходить обучение? Обучение поделенно состоит, вся программа обучения рассчитана на 9 недель. В каждой неделе есть несколько модулей, которые вы проходите самостоятельно. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы идете в Discord, спрашиваете там вопросы. В каждом модуле есть дедлайны, которые подразумевают, что вы сделали задание или таск к этому дедлайну, ну и дальше можно переходить к следующему. Если у вас есть свободное время, например, на этой неделе у вас много времени, вы можете пройти содержание следующих модулей, начать выполнять какие-то задания и так далее. Единственное, что вы нельзя сделать заранее, это провести кросс-чек. Что такое кросс-чек, вы еще успеете прочитать как раз, собственно, в первом модуле. Давайте посмотрим на структуру модулей. Открывая модуль, здесь можно увидеть, что есть знакомство со школой Rollins Cops. И в этом модуле вы познакомитесь, собственно, со школой, что такое комьюнити школы, какие принципы и правила есть в нашей школе, как происходит обучение, посчитать документацию, что здесь очень много незнакомых слов, что такое кросс-чек, что такое платформа RSAP, где смотреть регистрацию, узнать, зарегистрированы ли вы на курсе или нет, или как спросить вопрос. То есть вот пройдя этот модуль, мы ожидаем, что за 4 часа это, наверное, реально сделать, надо посмотреть вводную лекцию прошлого набора, основного курса. Посмотрите еще одну запись, как работать с нашей платформой. Все обучение будет происходить на платформе RSAP. Она выглядит вот так. Ну и, собственно, видео, я там ниже по ссылкам. Есть информация, как зарегистрироваться, как найти себя на курсе и так далее. Собственно, пройдя практику, пройдя теорию, вы переходите к практике. Можно и сразу переходить к практике, возможно, вы уже где-то в других курсах. Ну, конкретно по школе вряд ли вы где-то изучили. Ну, например, если мы говорим HTML, CSS, или JavaScript, или алгоритмах, вы могли что-то изучить сами и можете сразу приходить к практике или тестам. Итого, вы сделали теорию, сделали практику, можно делать следующий модуль. Кроме этого, мы будем писать в анонсы в Дискорде, что надо сделать на той или иной неделе, когда будут живые вебинары, и можно будет задать вопросы тренеру. Завтра пройдет, так завтра, например, пройдет вебинар обзорный о профессии жестко-профессионата разработчика, что необходимо знать разработчику, да, чему мы будем вас учить, как тут устроиться и так далее. Сегодня я расскажу просто вот основную информацию о том, как этот курс структурирован. Итого, на первую неделю, вот три модуля предполагается для вас. В каждом модуле, как вы уже увидели, есть теория и практика. Если к концу обучения вы набрали 70% от максимального количества баллов, или точнее результатов топ-1 студента, вы получаете сертификат о прохождении подготовительного этапа. Но если не набрали, не получаете, ничего страшного. Можно продолжать обучение на основном наборе. Например, кто-то попадет на подготовительный курс через три недели, только узнает о его существовании. Он может пройти его частично, но так иначе подготовится к основному набору, но уже без сертификата. А что мы будем проходить в этих девять недель? Ну, начнется, собственно, с HTML. Для прохождения, например, HTML мы рекомендуем вот такой интерактивный курс. Это такой интерактивный учебник. Вот, например, на 11 часов 45 уроков. Это не наш курс, но он хороший. И его прохождение подвинет вас на чуть-чуть к цели получить работу JavaScript-Fontent-девелопера. После прохождения курса необходимо будет сделать тест. Тест сегодня еще недоступен, но я думаю, что, возможно, сегодня вечером или завтра он появится в RSA. Далее будет, собственно, CSS, гид. Вы будете делать свое CV, его верстать и размещать. Потом следующим большим проектом будет музей. Музей, виртуальный музей — это большой проект, который вы начнете делать в рамках подготовительного этапа, а продолжите делать в рамках основного курса. То есть сейчас вы просто сверстаете лендинг, а сделать его адаптивным и добавите для него всякой функциональности. Будьте уже в рамках основного курса. Далее знакомство с JavaScript, алгоритмами, очень много различных задач. Мы верим, что решение задач поможет вам в дальнейшем успешно проходить собеседование и чувствовать себя более подготовленным на основном наборе. Вопросы можно будет задавать. Всегда рады вопросам в вашем Discord, всеобщение в Discord. Этот курс можно пройти полностью онлайн. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Первый полноценный вебинар будет завтра. Пройдет его Сергей. Найти можно будет в расписании курса в RSAP. Здесь вот сверху выберите ближайшую к вам удобную тайм-зону. Ну и тогда можно увидеть, что завтра 8 вечера по Минску будет вебинар. Здесь еще вот такие странные, почему 3 часа или там, почему 2.59. Это из-за того, что мы считаем, что учебная неделя начинается во вторник, а заканчивается в понедельник. Поэтому дедлайны по всем заданиям обычно находятся, ставятся на понедельник 23.59 по UTC. То есть вот такое время мы выбрали. Ну, а дальше следующей неделе стартует во вторник. Вот и, наверное, все. Приглашаю вас в Discord. Ссылка будет под этим видео. Ссылка на учебную программу также будет под этим видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok